Нацбанк опубликовал три варианта экономического развития страны в этом году. По первому сценарию, казахстанская экономика вслед за мировой будет медленно, но верно развиваться. Нефть в таком случае должна стоить 35 долларов за баррель. Ожидается, что чистый экспорт товаров в сравнении с прошлым годом снизится на треть. Дефицит текущего счета приблизится к 4% от ВВП. Восполняться он будет за счет внешних активов нацфонда и притока прямых иностранных инвестиций, а также по ранее заключенным кредитным договорам. При втором базовом сценарии с ценой 30 долларов за баррель, так же как и при первом, деловая активность и потребительский спрос сохранятся на низком уровне. По наиболее пессимистичному варианту развития событий черное золото будет стоить 20 долларов. Дефицит текущего счета будет обеспечиваться средствами нацфонда и за счет государственных внешних займов. Годовая инфляция при всех вариантах развития будет высокой. Во второй половине этого года показатель достигнет своего максимума и снизится к концу года. Цель финрегулятора довести уровень инфляции в следующем году до коридоров 6-8%, в 2018 году 5-7%, к 2020 году до 3-4%. При этом политика инфляционного таргетирования с сохранением свободно плавающего курса тенге будет продолжена. Нацбанк оставляет за собой право проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать значительные изменения обменного курса тенге, но без воздействия на формирующие тренды в его динамике.